Ой, как голова болит. Чё это было? Кто придумал эти 10 дней праздников? Вот если бы ещё средство какое-то было. Есть такое средство? Привет всем моим любимым подписчикам и тем, кто впервые у меня на канале. Добро пожаловать в новый 2022 год. Будем приходить в себя после новогоднего праздника. С вами, как всегда, Вова любит поварить. И я его ведущий Владимир. Готовим щи из квашеной капусты. Мясо моем. Обсушиваем. Выкладываем в кастрюлю вместе с одной очищенной луковицей. Заливаем холодной водой. Зачем класть очищенную луковицу, спросите вы? Ответ прост. Чтобы наш бульон в будущем получился более насыщенным и сытным. А также, чтобы он получился прозрачным. Все, кто любит супы, когда варится бульон, лучше добавлять овощи, травы и коренья. Доводим наш суп до кипения. Снимаем пену и солим. Варим полтора часа при слабом кипении. А лучше всего наш бульон прикрыть крышкой. Так бульон получится более концентрированным и меньше жидкости выкипит. Готовим основу для супа. Очищенный картофель нарезаем средним кубиком. Когда мясо станет мягким, вынимаем из кастрюли. Даем немного остыть и нарезаем так же, как и картофель. При желании можно процедить бульон, чтобы он стал еще более прозрачнее. Луковицу вынимаем и выкидываем. В кипящий бульон закидываем картофель и варим 5 минут. Затем нарезанное мясо и варим еще 5 минут. Добавляем квашеную капусту. Варим 15 минут. Квашеную капусту можно добавлять с рассолом или без него. Но на мой взгляд, второй вариант более удачный. Готовим зажарку. Очищенную морковь натираем на крупной терке. Очищенный лук нарезаем мелким кубиком. Сначала обжариваем немного лук, потом добавляем морковь. Овощи должны стать мягкими. Перекладываем нашу зажарку в кастрюлю. Варим еще 7 минут. В конце добавляем соль и 2 вида перца. Можно также добавить немного сахара. Так вкус будет... Да ничего не будет. Так вкус станет немного интереснее, но это уже по вашему усмотрению. Варим 10 минут. Добавляем лавровый лист и снимаем с плиты. Даем настояться нашему вкусному супу 10-15 минут. Подаем зеленым луком и сметаной или майонезом. Щи из квашеной капусты готовы. Приятного аппетита! Все ингредиенты в описании под видео, а также 10 рецептов. Подписывайся, ставь лайк и жми колокольчик, чтобы знать, когда у меня выходит новый видеоролик. А как вы думаете, есть какая-то альтернатива этому супу? Напишите в комментариях. С вами был Алова любит поварить. Вы еще не пришли в себя? Тогда скорее готовить этот вкусный суп из квашеной капусты. Будем приходить в себя после новогодних... Новогоднего, новогоднего... Будет... Да ничего не будет. Будем приходить в себя после новогодних... Новогоднего, новогоднего... Субтитры сделал DimaTorzok